Рекламно-информационная программа Группный план Добрый день, продолжается эфир на 101.0 Приветствую вас, меня зовут Владимир Сметанин Вообще май очень насыщенный на разного рода примечательные, памятные, радостные даты Вот грядет очередная из них, 26 мая, как известно, будет день российского предпринимательства И в преддверии этого праздника мы будем общаться с Александром Журавлевым Генеральным директором Кировской областной типографии Александр Васильевич, добрый день Добрый день Добрый день, радиослушатели в том числе В том числе будем говорить сегодня во взаимодействии о работе Кировской областной типографии с предпринимательским сообществом Ну не секрет, что корни Кировской областной типографии уходят вглубь времен История печатного дела на вятке началась еще в конце 18 века, так по официальным данным С тех пор наша страна и наш регион пережили много непростых моментов И печатное дело и типография всегда находилась в одной связке Сегодня мы начнем с таких обзорных данных о Кировской областной типографии Чем она занимается сейчас, что представляется на сегодняшний день Ну и безусловно о работе с предпринимателями тоже поговорим Итак, давайте начнем Познакомьте нас с учреждением, которое вы возглавляете в настоящий момент Добрый день, еще раз с удовольствием познакомлю Сейчас я возглавляю все-таки не учреждение, а предприятие Предприятие, ну простите, мы как-то журналисты привыкли искать просто синонимы, чтобы не повторяться Ну это нормально Да, на самом деле наша типография существует уже очень давно В прошлом году, в минувшем мы преодолели рубеж 220-летний И идет 221 год жизни предприятия Был юбилей, создалось предприятие на самом деле слегка таким казусом Ну не казусом, точнее, а есть у нас в нашем государстве такая регулярная особенность менять законы И вот в 1797 году был издан закон о цензуре, собственно говоря И благодаря этому закону создалась типография То есть был царский указ, что для исключения неудобств, которые встречаются от свободного книгопечатания Утереть цензуру и в том числе дозволялось при губернских правлениях создать типографии Чтобы было все подконтрольно Вот так, собственно говоря, и создалась типография благодаря цензуре Которая просуществовала там около 100 лет и потом прекратилась Неожиданно Да, на самом деле неожиданно Это такая особенность истории нашей российской и нашего предприятия в том числе Да, и еще добавлю чуть-чуть, значит, типография создалась и организовалась она в здании присутствующих мест Ну, то есть по тем временам это было управление вятской губернии И был поставлен надзирателем, точнее, был надзор поручен советнику губернатора, секретарю губернаторского управления Ну, в общем, серьезное дело-то было Конечно, да Человек, который возглавлял в то время это предприятие, ну, был одним из первых губерний На самом деле в то время вот слова, которые позднее уже обрелись в такую форму четвертая власть То есть СМИ и типография, это было неразрывно Четвертая власть тогда была наверняка очень и очень весомой Если бы брать более поздние периоды, как далее развивалось предприятие? Да, конечно, разные были периоды в жизни предприятия Вот первые лет около ста ничем особенным не выделялась типография Но роль личности в истории, вы знаете, что на самом деле очень весомая Несмотря на фразу «незаменимых нет» Дальше пришел руководитель, который смог сделать такой рывок по нынешнему сленгу И предприятие стало лидирующим где-то через сто лет после своего основания только лишь Конец девятнадцатого века уже Да, тогда уже был рынок типографский, свободный Давайте озвучим все-таки Были уже частные типографии Хорошо, без имени сегодня И поэтому была необходимость, такой человек пришел и типография стала ведущей В полном смысле этого слова Ну, как известно, рубеж девятнадцатого-двадцатого веков Это такой всплеск, в том числе, печати периодики Да, как известно Огромное количество газет Да Изданий и так далее Долгое время у типографии задача основной была Это печать бланков для того, чтобы документы оборот обеспечить И печать Государственная задача Да, печать газет Это был тоже один из немногих информационных организованных каналов в государстве Ну и, естественно, похожая на нынешнее время продукция тоже была Там аптечная этикетка Вот у меня форма стоит печатная, старинная в кабинете Оптичная этикетка тоже была необходима для того, чтобы Это уже работа с частниками Уже с частниками, да, все верно Причем эта печатная форма, она конца позапрошлого века стоит у меня Каменная, старинная форма, как раз соответствующая технологии тех времен Кстати, раз мы задели исторические вопросы, может музей есть в рамках? Нет, музея нет Музея нет Есть задачи с программой? Вообще, конечно, наверное, стоило бы о музее задуматься Но для музея нужно помещение Так случилось, что 10 лет назад типография практически осталась без своего помещения В котором оно жило 212 лет Вынуждены были переезжать на более скромные площади И дай бог было сохранить технологии, которые нужно было сохранять Коллектив, которые тоже нужно было сохранить Было не до музея Сейчас немножко полегче встает Ну, наверное, мы доживем Созреем до того уровня осознания Что и музей организовать тоже Пусть скромный, небольшой Но тем не менее Ну, пока, видимо, такое преддверие музея ограничивается вашим кабинетом В том числе Хорошо по советскому периоду, если пройтись Ну, советский период, я думаю, что традиционно, как и многие предприятия То есть, исполняло функцию, которую так или иначе возлагало государство Естественно, в годы Великой Отечественной войны Тоже играло немалую роль Очень много газет эвакуированных Печаталось в нашей типографии Там тиражи доходили до 150 тысяч Я вот сейчас даже не могу себе представить предметно Как теми мощностями можно было такие тиражи выдавать Это вот тираж сравнимый с тиражом наших многотиражек городских, областных А тогда вот это в 40-е годы делало типографию тоже Ну, это стоило, конечно, больших усилий, большого напряжения Да Ну, и в период советский, там, послевоенный Когда был, по сути, расцвет такой индустриальный у нашей страны Естественно, была череда бесконечной модернизации Технология развивалась И с времен первопечатников, когда были деревянные буквы Сейчас полиграфия может воспроизвести такие шедевральные вещи Что, ну, я думаю, что основатели и не задумывались Естественно, об этом И постепенно типография росла Было постоянно какое-то обновление, какой-то рост А если говорить о 90-х годах, если вот так поподробнее остановиться Вообще, да Смутное время во многих отношениях На мой взгляд, 90-е годы для типографии были практически золотыми Потому что тогда начинался рынок Тогда была востребованность в рекламе Рекламы тогда было мало Тех, кто может предложить что-то изготовить, тоже было немного И тогда типографии жилось легче Ну, какого рода реклама? Давайте напомним Это вывески всевозможные? Да, нет, не вывески Если помните, где-то в году, наверное, в 93-м появились частные газеты рекламные Газета, по-моему, была то ли всем, то ли как Потом презентация газеты Ну, вот аналогичная газета Которая существует до сих пор Да, некоторые существуют до сих пор Это же заражался рынок Под этот рынок можно было расти И типография росла Начиналось там разнообразие появляться товаров На самом деле там начинали пестрить витрины всякими разными Ну, когда импорт хлынул к нам, да, в том числе Ну, в том числе импорт хлынул В том числе импорт, который начинал оседать в России своим производством Он тоже требовал полиграфической продукции И тогда и типография тоже чувствовала себя Когда еще не было конкуренции такой большой Она чувствовала себя намного свободнее, чем сейчас Сейчас, конечно, насыщенность, она такая сбалансированная С точки зрения насыщенности потребностей и насыщенности предложений А, кстати, как тогда типография помогала предпринимателям влиться в нужное русло? Конкретно преподать упаковку, в том числе рекламные какие-то материалы Потому что, на мой взгляд, мало кто себе это представлял, как это должно было быть И должны были специалисты, чтобы подсказать грамотно Типография помогала, действительно? Конечно, помогала Вот в 2000-х годах, начало 2000-х годов, конец 90-х годов Очень много работало с нашими предприятиями, производствами Пищевыми производствами Ну, можете не совсем корректно говорить Там спиртоводочные заводы, например, да? Ну, почему? Да, разные Помните, были у нас разливочные цеха по козировке Это был очень большой рынок И в одно время типография специализировалась на этикетке Покупала оборудование под этикетку Вот эти вот заводы, которые, на самом деле, много работали И поставляли продукцию за пределы области, очень много Потом этот рынок поменялся И сейчас в этикетке мы практически очень слабо представлены Нет потребности Она ушла в другую технологию В какую? Она ушла в офлекцию технологию Поясните Рулонные А, рулонные? Рулонные, да Другая технология У нас все-таки У нас нет технологий, по крайней мере, пока Зарегаться не будем Ну, что-то мне подсказывает, что вы не считаете это направление Неперспективным Именно этикетка Да, не считаю Но нужно измерять свои силы Нельзя объять необъятное И все-таки я стараюсь постепенно как-то двигаться Чтобы можно было выполнить задуманное Когда распылишься, ничего хорошего не получится Вот мы уже плавно подобрались и к современности И так напоминаю, что я беседую с генеральным директором Кировской областной типографии Александром Журавлевым Давайте мы опишем сейчас тот спектр услуг Который предлагает наша областная типография В каких направлениях вы работаете? Прямо сейчас Частично повторюсь Это рекламная председательская продукция Начиная от визитки рекламных листовок Буклеты, каталоги Многие предприятия к юбилею своему изготавливают книги Это, кстати говоря, очень востребована такая вещь И в своей работе Книги, где описывается история предприятия История предприятия, его развитие За последний период Да, да, да Ну, это какой-то юбилейный период Либо за последнюю пятилетку Либо 10 лет, если это уже такой солидный возраст предприятия Либо на самом деле там 20 лет А сейчас очень многим предприятиям 20 лет То есть вот в современной рыночной экономике Как раз примерно такой срок За весь период И наш подход как раз в том и состоит Что когда к нам приходят Многие приходят первый раз И они не представляют на самом деле детально Что это такое Что можно сделать У них есть какое-то представление по аналогичным вещам Может быть не самого высшего класса Или там чуть устаревшими И бывает такое, что придет Там кто-то из ли руководителей Или там профсоюзный лидер Вот мы решили сделать книгу У нас юбилей Вот там что-нибудь такое простенькое Вот у нас тут накидали Так, так И мы очень часто убеждаем Вот у вас же юбилей не каждый год бывает Не каждые пять лет Давайте мы чуть-чуть больше положим труда Чтобы получилась достойная вещь Которой потом гордиться будете И очень многие, большинство соглашаются И мы убеждаем их в том Чтобы сделать хорошую вещь, качественную Расскажите, Александр Васильевич, поподробнее Вот да Вот пришел человек Вот хочу, вроде знаю чего А вроде не знаю Ну да, вот что-то здесь Немножко начертил, нарисовал У вас есть специалист, который садится? Есть специалист Значит Расскажите Во-первых, нужна идея Идея, это естественно Мы ее берем от того, кто пришел Идею, что он хочет А дальше уже вопрос воплощения Как в любом деле В полиграфии тоже должен быть специалист, который Представляет, как можно это реализовать То есть должен быть дизайнер Должен быть технолог, который подберет материал Наиболее выгодно Подающий именно ту тематику Которая есть То есть если книга Это на самом деле является До сих пор еще верхом Полиграфического искусства То есть это продукт Самый сложный из всех Больше операций, чем в книге Нету ни на одной Придрав продукции То есть эти моменты Все нужно учесть Цвет фона, бумаги, обложки Тиснение, размер шрифта Его начертания Чтобы все сочеталось Именно с тем О чем пишется И чтобы это еще было Наверное, не похоже На предыдущую работу Конечно, обязательно 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 Которые работают постоянно Целые рабочие дни Вы их наверняка Не знакомите с работами Друг друга Чтобы они Подсознательно Не слезали Они сидят почти все В одном кабинете У них у каждого Есть свой стиль В любом случае И мы в том числе Когда берем от заказчика Работу Задумываемся Кому отдать То есть Кому ближе Кто сделает Что-то такое Более шеверальное У нас они все Работают очень хорошо Качественно работают Все равно У каждого есть свой стиль Мы стараемся Учитывать Так Обрисовали подробно Это направление работы Давайте продолжим Из того Что хотелось бы Еще отдельно Отметить Одно из последних Серьезных предложений И серьезных усилий Которые мы Прикладываем Это Мы сейчас развиваем Активно Картонную упаковку То есть Еще полтора-два Года назад Мы очень слабо Были представлены В этой нише А что послужило Толчком Опять же Изменяющийся рынок То есть Это та ниша Которая По нашим технологиям Является сейчас растущей В которой Потребность Увеличивается И Логично В ней развиваться Запрос опять-таки От бизнесмена Конечно Да Уж поскольку Мы говорим Что в преддверии Дня предпринимательства Это все Естественно Востребованность То что предлагаешь Это самое главное Как искусство Ради искусства Оно особо Думаю Никому не интересно Такие предпринимательства Ради самого себя Никому не интересно Это самозанятый человек Получается уже А предприниматель Ну наверное Обязан Исходить Из потребности Рыночные отношения И это Картонная упаковка Она в каких В каких видах Продукции Используется Например Чтобы привезти Каждый из нас Покупал Например Пельмени Каждый из нас Покупал Например Шоколадку В картонной упаковке По поводу Пельмени В картонной упаковке У меня сейчас Один известный Наш производитель Приходит на ОМ Это ваша работа В том числе В том числе То есть Разные вещи На самом деле Можно упаковать Мы работаем С нашими хингами Местными Различные препараты Для ухода За растениями Им тоже нужна Упаковка Красивая Упаковка Продающая Чтобы Их заметили На полке На самом деле Это очень много Разнообразное В двух словах Не скажешь Понятно Упаковка Все мы знаем Что она собой Представляет А разработка Ее дизайна Как она выглядит В этом тоже Вы можете Помощь оказать Совсем недавний факт У нас есть наш партнер Который является Оптовым продавцом Упаковки Типовой Есть допустим Просто Блистерные коробочки Просто Коробка Которую можно Складывать Все что угодно У него есть Контрагент Который делает торты Покупает ему Блистерную упаковку И Мы Предложили Покажи ему Обечайку На упаковку Блистерную Чтобы Не просто тортик Был виден А Рецепт написать Что еще написать Это С другого региона Производитель Они предложили Мы разработали дизайн Вот этой обечайки Они Они Организовали Общение Наши друг с другом И у них Продажи выросли Существенно Они сами Не ожидали Производитель Что выросли Продажи Они к нам Пришли Следующим тиражом Буквально Через три недели Им не хватило Той потребности Которую Расчитывали На два месяца Это позволило Продать товар То есть И В том И Есть наша Основная Зачем Чтобы Заметили Мы Сделали Должны Так Свою Работу Чтобы Вот эта Упаковка Или книга Ну не важно Что Чтобы она Была Замечена Чтобы К ней Внимание Привлеклось Настолько Чтобы Ее захотели Взять Вот тут Очень важно Чтобы вы Еще раз Повторили Подсказали Бизнесменам Даже если Предприимчивый Человек Уверен В том Что его Продукция Выглядит Безупречно Ему Безумно Нравится Его Семье Это Нравится Супруге Детям Не все Так может Быть Конечно Как он Себе Представляет Взгляд С стороны Он Отличается В любом Случай Вы Обладаете Теми Специалистами Которые Действительно Могут Подсказать Да Которые Могут Выслушать Как-то Это Преобразить В то Что можно Продемонстрировать На Кажущейся Плоском Материале На бумаге Картоне И Будет Выглядеть Лучше Хорошо Еще Сейчас Затрону Такую Большую Тему Многие Наверное Более Современные Более Продвинутые Люди Предприниматели Считают Что Мне достаточно Интернет Рекламы Вот Я там Мне Веб-дизайнеры Сделают Это все Свояют Это все Будет Безусловно Работать Никакой Печатки Мне не Нужно Того Что Можно Получить В руках Потрогать Повертеть И так Дальше Вот Как Это Прокомментируйте Позицию Еще Лет 5 Назад Таких становилось Каждый День Все Больше И Больше Когда Интернет На самом деле Он только Входил В свою Силу Любое Вхождение В рынок Сопровождаться В том числе Неким Демпингом Это Почти В любой Отрасли То же Самое Было С интернетом Он входил В рынок А сейчас Интернет Реклама Она Ничуть Не дешевле Чем Обычная Печатная Реклама Или там Радиотелевизионная Реклама И Предприниматели Которые Это уже Поняли Точнее Они Естественно Это уже Поняли Которые Серьезно Задумываются О способах Продвижения Они Используют Все каналы И Солидные Предприятия Ну и не только И частные Предприниматели Которые только Начинают Очень много Уже Таких Образованных Людей Они Полиграфию Не отметают Ни в коей мере Это Та Вечная Вещь Которая Независимо Ни от чего Может быть Своим потенциальным клиентам И стоимость Общения с клиентом Стоимость Входа Она Стала Сопоставима Вот с этим Модным интернетом А что это может быть Как может выглядеть Печатная продукция Это календари Ну то что Ты можешь Презентовать Клиенту Как-то поддерживать Тут есть Две категории Две Значит есть То что Календари уж Извините То что вы говорите Календари И Ну это на самом деле Такой Некрупный продукт Небольшой Да Он недорогой Ну вот наши партнеры Например Наши радиостанции Они нам регулярно Дарят вот какую-то Такую сувенирную Продукцию В том числе Календари Нам безумно Приятно Честно говоря Да Мы пользуемся Пользуемся Да Есть продукция Недорогая На каждый день Которую Ну должен иметь Предприниматель Который общается С своими Пациентами Ну почти регулярно Там В магазине Это дисконтные карты Например Да В секторе Битуби Это какие-то там Мелкие подарки Там не знаю Кубарики Там Ручки Еще что-то такое Вот это такой сектор Недорогой На повседневку И есть вещи Презентационные То есть там Выставка начинается На авторитет Уже работает Да Ты должен показать Все лучшее Что у тебя есть Это лучшее Нужно суметь Продемонстрировать То есть найти Такого партнера Который поможет И продемонстрировать У нас есть Очень хорошее предприятие Мебельной промышленности Очень хорошее У нас есть Там Федеральные уровни Предприятия Есть Аналогичные Которые Которым нужен потребитель Которые хотят До него донести То Чего они достигли Представляете Там нарисовать На бумаге Не просто то Что там Сделано из дерева Или из металла Вот Мы как раз Стараемся Продемонстрировать Эти вещи Это уже Такое Подороже продукции Ну и уж безусловно Эти вещи Нужно предусматривать Когда Там предприятие Выходит на Всероссийский уровень Какие-то проводятся Выставки Презентации Демонстрация Продукции Обязательно Да Вы рекомендуете Все-таки Ну вообще Нам даже не нужно Рекомендовать Потому что если Предприятие Или предприниматель Об этом не задумывается И этого не имеет Он в конце концов Не достигает успеха Он к этому придет сам Мы лишь можем ему помочь Мы своей Допустим Рекламой Своё существование Можем ему напомнить Что можно еще и так Себя продемонстрировать Я считаю Что все-таки Наша Основная Это работа Найдя Такого человека Или там Помочь ему Об этом задуматься И сделать так Чтобы он получил То что его Продемонстрирует Не нас Как типография А именно его Полиграфия Это слуга экономики Живет Хорошая экономика Хорошо живет Слуга Это нормально Среди Ваших клиентов Партнеров С которыми Вы работаете Как много Все-таки Новичков Начинающих Предпринимателей Появляется Расскажите Об этом Что за поколение Приходится Я не часто Непосредственно Общаюсь С этими людьми Но Вы видите Что сейчас У нас развиваются Сети С одной стороны Продуктовые сети Ну и не только Продуктовые сети И одновременно С ними Сейчас развивается Очень много Мелких Пекарней Сушеролы Кофе на каждом Кофе на вынос Все остальное То есть Вот такие Такие люди Которые инициировали Такой бизнес Они приходят К нам за рекламой Мы делаем Очень много рекламы Роллов Печатаем Например Делали рекламу И пекарен С их продукцией То есть Это вот мелкий бизнес Самый маленький То есть Даже может Одиночки Может быть Ну либо Маленький-маленький Коллектив Там 3-5 человек То есть Нет такого Что там Мы на чем-то Специализируемся Даним только Не знаю Федеральную компанию Нет Мы для всех Можем Что-то предложить Вот интересный вопрос Вы такую личную Ответственность Как руководитель Предприятия Чувствуете За то Как будет продвигаться Затем бизнес Будет ли у него Все в порядке В порядке Что нужно Работу свою Хорошо сделать Если вы сделали Хорошо свою работу Вы Очень часто Бывает Что люди приходят Почти в последний момент То есть У них остается Неделя до До выставки И что-то такое И конечно Невольно Там соучастие Такое проявляешь Потому что Когда возникает Какой-то сложный момент Все равно Доходит Дороговитель Ну что-нибудь Сделайте Чтобы успели Да И потом Звонишь Спрашиваешь Там все ли получилось Все ли хорошо Там успели Не успели И даже Нам приходилось Делать отправки То есть Авангард уехал У предприятия Монтировать стенд А мы договариваемся Отправляем На ЖД вокзал В Москву Каталоги Чтобы они могли Утром Метнуться на вокзал Взять В день открытия Выставки В Москве Это все уже было Естественно Когда такое Непосредственное Участие есть Переживаешь Предпринимателям Чуть позже Еще вернемся Безусловно Хотелось бы еще О политической роли Поговорить Кировской областной Типографии У нас активно Достаточно Выборный период В последнее время И в стране И в регионе И ведь типография Тоже имеет Непосредственное отношение К этому К всему Имеет Причем она имеет С двух сторон Одна сторона Которая Представь всем на виду Когда печатается Гидпродукция Она где-то печатается Естественно Мы ее изготавливаем И хочу подчеркнуть Что мы на самом деле Не ангажированы Ни одной из Групп политических Движений Сил То есть мы Занимаемся Чистым видом бизнес То есть тут нет Никаких-то у нас Там Предпочтений Работаем Так как должно Работать предприятие Выполняющее Изготавливающее Какую-то Какую-то Вещь Какой-то продукт Вторая сторона Которая Не так видна Но тем не менее Она очень важна Усилия по модернизации Предприятия Привели к тому Что мы являемся По указу президента Изготовителями бюллетеней На территории Кировской области Это Очень серьезная работа Бюллетения Которые попадают На наши избирательные участки К нам не из Москвы Прибываются Они печатаются Кировской областной Какого-то Изготовления Несанкционированных Лишних экземпляров Некачественных И так далее Они же защищены Соответственно Чем образом Все эти экземпляры Естественно После нас Еще есть защита Которая от нас Никак не зависит Но и мы Свою лепту Вносим То есть Внедряем Определенные элементы Защиты Внутрь Файла Чтобы можно было Идентифицировать На какой-то случай Наши Наши Что потребовалось Типографии Приобрести Ну Потребовалось Для соответствия Этим госстандартам Во-первых Потребовалось Быть современными Для этого У нас существует Имеется оборудование Все Которое позволяет Качественно Стабильно Выполнять То есть Нам нужно Во-первых Очень быстро Это сделать Нам дается Буквально Три-четыре дня На Миллион с лишним Бюллетеней Это минимум Либо Если выборы Там разноуровнев То это может быть Четыре миллиона Бюллетеней За четыре дня Сделать Быстро Качественно Без каких-то Сбоев И Разложить так Чтобы они были Не перепутаны То есть Потребовалось Быть не просто Организованными Потребовалось Тот авторитет Который нарабатывался Наверное Десятилетиями Предыдущих поколений А вообще Техническую базу Насколько часто Приходится обновлять Я работаю Почти десять лет Директором Типографии И с тех пор У нас Не осталось Ни одной Печатной машине Которая была Во время моего прихода То есть Мы полностью Обновили печатный парк Полностью По технологиям Подготовки Печатей Допечатные На две трети Обновлено Послепечатные Оборудование Дольше служит Потому что Оно такое Мене специализированное Но тем не менее Процентов Наверное На 30-40 Тоже уже обновилось За 10 лет Вообще Цикл Лет 15 Когда требуется Практически Полное обновление Мы привыкли к тому Что сейчас Технический прогресс Он шагает Семи мильными Шагами В общем-то В печатном деле Тоже Нужно постоянно За этим следить И интересоваться Новинками Чтобы соответствовать Хорошо О социальной роли Типографии Тоже хотелось бы Упомянуть Политика Внутри предприятия Мы кстати Не рассказали Сколько Под вашим Непосредственным управлением Работников Находится Около 100 человек Около 100 человек Около 100 человек Да Ну вы же знаете Что Наш предприятие С историей В том числе Советский период Когда Была активная Работа профсоюзов Создавались Какие-то традиции Вот у нас В том числе Несмотря на то Что мы сейчас Частное предприятие Есть Совет ветеранов Который мы поддерживаем Своим финансированием Который живет Своей жизнью С нашей поддержкой У нас У нас есть Профсоюз У нас Есть Социальные программы В том числе Дети наших сотрудников Получают компенсацию За летний отдых Примерно Четверть путевки Стоимость путевки Мы компенсируем Ну и много Других моментов Материальной помощи Все остальное Мы постарались Сохранить Исходя из Той ситуации На которую Мы можем Финансово Гарантировать Какие предъявляете Требования К своим кадрам Внутри есть Какие-то Корпоративные Правила Своя Этика Я знаю Что Откровенно Признаться Мы с вами Встречались Не так давно И вы говорили Что у вас С курением На предприятии Да Мы боремся Мы стимулируем Стимулируем Отказ от курения То есть Человек отказывается От курения Он получает Доплату к зарплате В условии Чтобы Именно во время работы Я не считаю себя Вправе Лезти в личную Жесть Если человек Где-то на празднике Может себе позволить Ослабиться Во время работы Мне просто нужно От сотрудника Его Его работу Я вообще Не знаю Может там Не скромный Я трудоголик Наверное Сам себя считаю И трудолюбие Это наверное Тот самый главный Критерий Который мне Ну может явно Неосознанно Больше всего В работниках Оценивается С моей стороны Вот и все Самое главное Ну и профессионализм Он от трудолюбия В конце концов Появляется В первую очередь Да Желание работать И желание Работать Продуктивно Остается буквально Минута-полторы До завершения Нашей беседы Это Александр Журавлев Генеральный директор Кировской областной Типографии Возвращаемся к предпринимателям И вспоминаем Об их О вашем Профессиональной празднике О вашем Да 26 мая Пожалуйста У вас есть возможность Сейчас напрямую Обратиться К людям Дело Да Это конечно Редко бывает Такое Ну кроме Пожеланий Банальных Здоровья Удачи Которые Естественно Я присоединяюсь Я хотел бы пожелать Чтобы Всем предпринимателям Независимо от Размера Их бизнеса Быть востребованными Как я уже говорил Иметь надежных Партнеров И самим Быть таковыми Не уповать На закон Банкротство Которое сейчас Дает слабину А делать Выводы И вести себя Расчетливо Чтобы добиться Успеха Того Который был задуман Когда они Вставали на Вот это Вот стезю Предпринимательства Ну и еще Хотел бы Пользуясь Совпадением Сегодня во многих Школах Последние звонки И выходит Новая смена Которая нас Когда-то Заменит Чтобы они Предприниматели Думали Не как о барыге А как о человеке Который тоже трудится Который создает Что-то нужное И для себя И для своих подчиненных И для общества Спасибо Я от предпринимателей Видимо уже Произношу эту благодарность Александр Журавлев Генеральный директор Кировской областной типографии Я думаю Что в конце программы Все-таки Необходимо напомнить Ваши координаты Ленина 2 Да Ленина 2 В район Старого моста Есть все для того Чтобы комфортно Заказчику было У нас остановиться Автостоянка Есть сотрудники Которые работают Весь рабочий день С 8 утра до 6 вечера Есть электронная почта Интернет Телефон Все в наличии Обращайтесь А я могу Как раз таки Подсказать Я как раз на сайте Нахожусь Кировской областной типографии Printkirov.ru Все верно Да И телефон 38-34-34 Да 38-34-34 Спасибо Успешной деятельности Вам спасибо До свидания Крупный план Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...